привет представься как тебя зовут сколько лет привет меня зовут карина я из города выборг и мне 21 год получилось так что я не совсем помню цепочку событий но могу сказать что наверное я попросил мужа как бы в прикол и получилось так что это вышло за рамки прикола то есть ну он принес вот все началось со спайса чуть-чуть что в дальнейшем муж наркоман да спайс дальше мы продолжили гашишем потом добрались до я не знаю бошки относятся к марихуане же вот дальше тогда марихуана получается амфетамин и ну соль да он уже был я даже увидела в состоянии опьянения наркотического то есть он пришел под утро я ничего не поняла потом звонила его мама сказала что он долбит нет ну я обрубила все ему связи сказал что живем вместе как бы без наркотиков я даже не придала какого-то значения тогда что это серьезно что-то для меня это было ну просто как что-то такое немыслимо и да то есть получилось так что мы были под амфетамином и ну как все знаю да мы лежим хочется поговорить я пошла на мысль что хочу как бы как-то стать законной женой все таки почему у нас столько времени вместе и до сих пор не в браке но я очень хотела замуж на самом деле почему-то мне было такое желание огромное вот и получилось что он говорит ну если ты хочешь давай играть я собирался через год его делать типа ну получилось раньше получилось сколько вы пробыли вместе вот в отношениях до брака хочешь поделиться своей историей есть опыт употребления или стал созависимым напиши нам закрепленном комментарии и станет героем нашего канала два получается ну два года употребляли мы считай если до момента брака да полгода и вот нет подожди получается я запуталась познакомились мы в июле да получается прошел год мы начали употреблять в ноябре в январе он сделал мы решили и в июле вот этого года была свадьба да но после свадьбы но у нас даже водитель был не в трезвом состоянии потом узнала что как бы я не понимала почему в темных очках весь день как бы ну солнца такого яркого не было потом мне сказали что я говорю мне тогда классно показалось прикольно я тоже так хочу водить ну друзей много не было в плане мы были ограничены финансов вот была пара друзей чуть-чуть родственников с его стороны мы побольше соответственно расскажи раз уж мы к родственникам к родни о своей семье вот где росла как не росла в неполной семье то есть получается недавно я узнала что приемная вообще и получилось так что мама сказала что папа ушел когда мне не было еще даже года он сказал что он не сможет принять чужого ребенка что никак вот и получается что я росла с мамой у нее менялись также мужчины отчимы мои вот один из них был наркоман я тоже об этом недавно узнала вот в семье есть еще двое маленьких братьев и сестра я вот самая старшая получается только в 21 год ты выясняешь что ты приемная да ну для меня это было шоком потому что я тогда сколько это было три дня отмена и на меня вываливается такая информация в таком шоке сидела что ну я до сих пор не понимаю что с этой информацией делать как жить ну для чего это мне но нарко ведет набор на социальной основе реабилитационный центр оказался в трудной ситуации не знаешь как жить дальше позвони предложение ограничено а на тот момент как ты считаешь что мама двигала что она решила тебе это все сказать не знаю может быть эмоции потому что но она говорила что хотела сказать об этом раньше когда у меня был подростковый возраст но она горит начала пить в то время и поэтому я горит думала что ты понесешься за своей мамой ну искать ее а горит она наркоманка говорит еще не дай бог вы встретитесь то есть будьте вместе на пару то есть и употребляйте пить вот мама брала тебя из детского дома из роддома она знала что биологическая мать наркоманка да ну как она говорит что она знала вот но всю историю потом изменили чтобы никто не знал это было оформлено как суррогатное материнство то есть и вся моя карточка она поддельная со слов мамы настояло не настоящий как ты считаешь сумму ли ты употребляла ну или поначалу ну поначалу да конечно как и многие наверное типа я вот могу остановиться когда захочу я даже могла остановиться на неделю потом еще что-то щелкало и ну получалось что мы шли снова есть ли проблемы помимо наркотиков еще с алкоголем да очень много было ну сейчас я не сказала бы что прям огромные но раньше были прям то есть я напивалась я позорилась очень часто я была наверно каким-то посмешащим клоуном но всегда все смеялись для меня это было круто что я в центре внимания как бы может поэтому я и пила получается потом позже ты с алкоголя пересела просто на наркотики да и я очень редко стала пить и вот один единственный раз еще был что я совместил алкоголь с наркотиками я еще тогда к мужу подошла и говорю почему ты не говорил что так раньше можно было это же так круто но потом мне стало плохо и я поняла что наверное что-то одно нужно выбрать либо наркотик либо алкоголь ну и дальше ушла в наркотики да мы работали я вообще из-за наркотиков потеряла хорошую должность очень хорошую я очень дорожила и вот ну я уволилась через полгода оттуда и начала как-то скакать с места работы на место работы мне постоянно где-то не нравилось на одной работе вообще была девочка которая тоже курила траву ну мы даже собирались вместе покурить но слава богу звезды не сошлись вот и вот последнее место работы я была в озоне и вот из-за домашней изоляции мне пришлось уволиться какой можешь самый безумный свой поступок в наркомании или там в алкоголизме называть ну или самый ужасный который на тебя повлиял сил я даже так не вспомню ну вполне самый отвратительный даже ну или да вот что было страшного или больно у меня с Алей было очень всегда страшно то есть я я очень испугалась первоначально когда я не смогла разговаривать то есть я вообще в шоке была то есть я хочу что-то сказать но не могу поэтому я тогда очень испугалась и когда мы ушли в марафон на три дня то есть за эти трое суток мне было очень плохо что меня там отпаивали и чаем и чем угодно даже алкоголь предлагали ну слава богу я не согласилась все нормально ты говорила что когда ты употребляла алкоголь были такие ситуации когда тебе было там страшно когда было какое-то насилие некое да было насилие я встречалась с человеком которому около 40 лет было вообще и но он был потенциальным алкоголиком он постоянно выпивала и я пила вместе с ним один раз он не знаю что это было он словил наверное какую-то белку просто начал меня душить то есть он пристал меня к стене не отпускал никуда говорит ты моя ты никуда не уйдешь он спрятал все мои вещи но я не могла даже выйти из квартиры у него еще была собака он отрывил на меня собаку потом дошло до того что начал ко мне лезть я грудь но я не хочу гарри не надо все равно то есть вылезла я из этой ситуации посредством того что мне удалось найти телефон и в этом же приезде жила подруга моя и вот они меня грубо говоря вытащили и увезли домой я хотела мама говорила что не нужно то есть ну он выйдет еще не дай бог там стихи начнешь не нужно тебе это можно было снять побои легко я была вся в синяках то есть но мама сказала нет значит нет но мне было тогда сколько лет 17 18 поэтому я не имела своего права какого-то были ли ситуации когда ты поняла что случилась передозировка возможно некая ближе к состоянии коми ну что-то такое не у тебя у супруга супруга такого не было у меня я не знаю как честно не знаю как выглядит передозировка с такими сталкивалась но когда мы первый раз попробовали витамин он сделал больше чем нужно то есть ну мне все это время было плохо и на отходниках просто у меня были дикие судороги на мне бешено колотилось сердце думал что умираю я дожбливала ну я не знаю что это было относится к передозировке нет а как вы употребляли назально да и он тоже да вот какие-то неприятные ситуации когда случались было ли тебе стыдно потом на следующий день ну чуть-чуть так слегка типа ну какой-то фигни натворила но она забывалась очень быстро в плане ну мы же были не трезвы поэтому ну и фиг с ним а как чувствовала себя вот на отходниках так скажем у меня вообще казалось что это намного лучше чем похмель от алкоголя а похмель у меня просто дикое всегда ну наверное за здоровье вот и я считала что это реально круче что лучше пострадать пару часов чем вот ну вот эти отходники от алкоголя намного хуже как ты сейчас думаешь вот зачем тебе вообще нужно было употреблять для чего какая цель наверно чтобы почувствовать себя увереннее я чувствовала реально себя увереннее у меня проблема самооценка поэтому у меня тогда она настолько возвысилась такая у меня классная крутая там идут он к барыгин как-то все возвышалась пыталась ли ты бросить когда-нибудь или тебе настолько нравилось вот такая своя значимость что ты даже не задумывалась об этом нет мне никогда это не нравилось на самом деле я всю жизнь задавала ну все эти годы вот задавала мужу вопрос говорю неужели это действительно так продолжится что мы так продолжим курить и говорю ну мне оно не нужно мы пытались бросить ну он называешься он говорил что нет мы не пытались бросить для меня это было попытка бросить наоборот то есть мы могли неделю не употреблять максимум полторы все дальше срыв был ну и так это не лечение так самостоятельно что вот не хочу там как-то пыталась уйти от этой мысли скажи пожалуйста как ты вообще попала в центр ну как-то нашла я нашла изначально форум в интернете и как бы ну там я создала тему попросила помощи начала все рассказывать там подключилась уже команда форума и начали все из меня вытягивать говорит что нужно уезжать от мужа что мысу потребуя вообще тогда не поняла что это такое почему мне нужно уехать ну вот потом меня назвали полинаркоманкой мне тоже было обидно в какой-то степени вот и получается я очень просила социальное место потому что понимала что ну я не вывезу на домашней изоляции мне очень тяжело бы поэтому я бы просила всеми силами и какое впечатление вот сейчас ты попала по итогу в центр как и хотела оправдались ли ожидания да абсолютно я вообще перед отъездом я смотрела презентацию реп-центра мне очень восхитила вся атмосфера в доме ну то есть вообще шикарный дом абсолютно также читала о работе которая проходит в реп-центре то есть воспитателями с психологами ну и что в принципе все круто атмосферную что никто там тебя не гноби да как мне сначала казалось что приеду да у меня сгребут какой-то сек но нет все оказалось намного лучше и круче я очень рада что здесь очень благодарна всем ну потому что я не хочу так больше жить хочется жить как все нормальные люди без алкоголя без наркотиков имея какие-то цели мечты достижения они только думать о том как как бы мне достать там что-либо и как бы меня не поймали да то есть ну хочется нормального будущего детей все таки может быть нормальной семьи как у всех да абсолютно ну зачем мне муж который употребляет то есть я сама вылечусь и получается ну это будет все крах тогда зачем я тогда это все делаю я даже сейчас готов на развод потому что но я вижу что он не старается там все как-то тухло ты сказал что ты видишь что он не старается как ты видишь в чем ну я на форуме видела что то есть он где-то пропадал там на несколько дней получается и то есть я читала ему пишут сделать тест типа мы не знаем что с тобой где-то был он горит у меня нет денег а за два дня до этого он присылал мне деньги у него была зарплата то есть ну и в любом случае на наркотиками найдет да она какой-то тест не может ну как так то есть чтобы было понятно зрителю когда ты проходила изоляцию подруги он тоже проходил изоляцию так называемую ну лайт версию очень значимая потому что ну я вообще искренне непонятно почему никто не очень занят этой проблемой всем как будто плевать то есть с каждым днем наркоманов становится все больше и как будто все все хотят этого ну никто не просвещается в этой теме то есть все прогрессирует в такой волне что мне кажется даже уже школьник может спокойно достать через тот же телеграмм правда какой бы ты могла дать совет другим бросающим ребятам кто стремится хочет бросить наркотики ну наверное что нужно иметь мотивацию цель и понять что это не то что то что нужно в жизни благодарна всем кто помог кто согласился правда это я не верила что я сюда приеду для меня я когда мне сказали что я еду для меня это казалось что я во сне ну неужели это шутка была какая-то я думала что на следующий день мне напишут а знаешь мы передумали то нам не нужна вот поэтому мне очень благодарна и наверное еще больше буду благодарна когда вылечусь и вот